Во Владивостоке продолжается главное событие медиасообщества Дальнего Востока – Медиасаммит. Следуя одной из его основных целей – диалога между властью и средствами массовой информации, глава Якутии Егор Борисов сегодня за завтраком ответил на вопросы журналистов и блогеров. О чем спрашивали руководители региона и какие ответы получили представители медиа, расскажет Стас Михайлов. Формой встречи с блогерами и журналистами на полях саммита стал пресс-завтрак. Возможностью задать вопрос главе крупнейшего региона России за чашкой чая воспользовались три десятка медийщиков. Едва успел Егор Афанасьевич закончить свой рассказ о текущем состоянии дел в республике, как на него посыпались вопросы. Приглашенных интересовали разные темы – от строительства моста через реку Лена до личной жизни главы. Вы, Егор Афанасьевич, являетесь одним из самых цитированных блогеров, губернаторов в России. Вы стоите в одном ряду с Рамзаном Кадыровым, с другими коллегами вашими. Поэтому вопрос такого характера. Как вы в регионе работаете с блогерами и планируете ли встречи с ними? Когда я стал руководителем субъекта, я понимал, что надо создать такие условия, чтобы войти в определенный диалог с населением. Всегда будьте в курсе событий, будьте в обратной связи, чтобы представлять, какие проблемы у нас есть в жизни. Не оторваться от жизни. Всегда нас удивляло, вот ребята, которые приезжают из Якутии учиться к нам сюда, во Владивосток. Они никогда не хотят остаться здесь после окончания. Они всегда стремятся вернуться. Как вам удается возвращать молодежь? Что вы делаете? Молодежь сегодня является для нас базовым. В общем, много... Да, есть определенный риск. Я согласен. Меня иногда ругают, почему так у нас молодежь делаешь. Но зато они сегодня... У нас изменения в жизни происходят очень быстрые. Мы не должны оставать от тем, который задан в целом мировом уровне, на российском уровне. Мы не должны. Нам же цифровую экономику надо строить. А кем мы будем строить, что ли? Поэтому вот эта молодежь должна заниматься. Ещё Егор Афанасьевич рассказал, что вырос в небогатой семье, занимался боксом в селе, где все занимались борьбой. Прошёл длинный путь от рабочего до руководителя региона, что теперь позволяет ему находить общий язык с разными людьми, поскольку он знает ситуацию изнутри. Кульминацией стало предложение о журналистке из Якутии, о проведении медиа-саммита в республике. На это глава выразил готовность, пошутив, что проводить его стоит в декабре. Стас Михайлов, НВК Саха, Владивосток.